Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Что самое страшное в хищнике? Сила? Клыки? Зубы? Нет, самое жуткое, когда ты даже не подозреваешь о том, что на тебя охотятся. И это тоже самое сложное, ведь вам приходилось искать что-то незаметное и не очень маленькое. Наши глаза в этот момент просто напросто начинают водить нас за нос, утверждая, что никакой опасности они не видят. А она есть, и еще какая, особенно в лапах самого успешного мастера маскировки среди всех кошачьих. Встречайте африканского леопарда. Наиболее широко распространенный вид леопарда и настоящую легенду черного континента. На самом деле леопард обитает не только в Африке. Да, он слабее льва и тигра, но в отличие от них наш пятнистый друг занимает второе место по охвату территории после домашней кошки. Очевидно, миром правит далеко не грубая сила. Тогда что же, заселить сразу два континента лео помогла отличная приспособляемость. Леопард способен выжить при любых условиях, будь то африканская саванна или горы Тибета. Считается, что леопард образует до 27 подвидов, которые различаются главным образом окраской и расположением пятен. Однако недавние работы великих умов по изучению ДНК леопардов показали, что только восемь или девять из них можно считать достаточно обособленными. А если точнее, это африканский леопард, индокитайский леопард, еванский леопард, индийский, цейлонский, севернокитайский, дальневосточный, персидский леопард и южно-аравийский леопард. Кстати, ролики про многие виды этих кошачьих приспособленцев есть на канале в плейлисте кошки. Африканский леопард, как и все коты, любит одиночество. И в отличие от наших мурок и барсиков, леопарды очень редко подают голос. Что логично, ведь пятнистый котик ведет скрытный образ жизни. Такая маскировочная тактика охоты очень выгодна. К тому же подобный образ жизни помогает не привлекать к себе лишнее внимание своих больших собратьев, которых в лице царя зверей на черном континенте хоть отбавляй. Оставаться незаметным леопарду помогают некоторые анатомические прибамбасы. Например, малые размеры. Да, леопард и здесь не самый заметный котик. Среди других представителей рода пантер леопард является самым мелким. Если максимальный вес нашего героя не превышает 65 кг, то его братья, тигр и лев, отъедаются до 220-250. Поэтому нашей пятнистой кошаре не составляет труда скрываться в густых зарослях или быстро взбираться на дерево, в отличие от своих грузных родственников. Но черный пояс по тайному искусству исчезновения леопард получил не благодаря своей маленькости, а благодаря своей шкурке. С точки зрения людишек, рыжий окрас с черными пятнами – это самый худший камуфляж из всех возможных. Да, леопардовый принт на обезьяноподобных самочках выглядит вычурно в серых реалиях мегаполиса, но все меняется, когда твое окружение – это камни, деревья и трава. Сами убедитесь, как сложно найти этого зверя в его естественной среде обитания. Сможете найти на этом фото леопарда. Подсказка – он не прячется и находится на самом видном месте. Напишите в комментах, если смогли найти. Посмотрим, сколько нас. Благодаря железной выдержке и шкуре невидимки, котик подкрадывается к жертве максимально близко. Один пятиметровый прыжок, мощный кусь и свежий обед для киски готов. Таким способом охоты Лео с легкостью охотится на добычу весом втрое больше собственного. Например, на антилоп, оленей и даже на кабанов. А бородавочники на мастерном континенте жуть какие агрессивные. В отличие от нашего сегодняшнего гостя спрятаться от самого мастера маскировки практически невозможно. Ведь у леопарда зрение и слух в пять раз лучше человеческого. Но самое страшное то, что ты никогда не знаешь, откуда ждать удара. Ведь напасть леопард может даже с воздуха. В отличие от других больших кошек, этот пятнистый ассасин приспособился паркурить по деревьям. Благодаря строению лодыжек леопард с легкостью вскарабкивается и спускается по практически вертикальным поверхностям. Поэтому деревья для этого пятнистого стали вторым домом. Здесь он выслеживает добычу, охотится, ест и спит. Прикинувшись обычной веткой леопард прыгает на ничего не подозревающую добычу сверху, как снег на голову. Вот такой вот пятнистый зубастый снег. Кстати, эта кошка заслуженно получила звание грозы обезьян. Даже на тонких ветвях высоких деревьев приматы не находят спасения от этих хищников. Леопард настолько прокачал свой скилл скалолазания, что затаскивает на деревья не только всяких там приматов, но и тушу, например, антилопы. Нет, не только для того, чтобы полюбоваться бескрайними просторами за легким обедом. Наш герой далек от сантиментов им движет исключительно практичность. Просто так леопард уберегает обед от всяких там шакалов, гиен и львов. Вполне практично. Что касается периода любви, то тут у нашего гостя всё весьма стандартно. Кошки они ведь и в Африке кошки, и встречаются друг с другом только на разочек, гордо покидая друг друга при первом же удобном случае. Через три месяца после такой встречи двух эгоистов на свет появляется один-два котёнка. Растут маленькие леопардики быстро, и уже через два с половиной года молодняк полностью изучает искусство маскировки и способен заделать своих собственных социопатов. Живут незаметные котики около десяти лет на воле и около двадцати в тюрьмах, то есть зоопарках. Итак, как же можно спастись от бесшумного невидимого ассасина, удар которого можно ждать откуда угодно? А никак, но не бойтесь. Несмотря на всё вышеперечисленное, на людей наш герой нападает куда реже львов и тигров. Если вы тревожить леопарда не будете, он вас трогать тоже не станет. Зачем ему костлявая конфетка в искусственной обёртке? Людоедами становятся только одрехлевшие и больные леопарды. А ещё леопарды, получившие ранения от игл дикобраза. Кошка, раненая дикобразом, как правило, становится калекой, утрачивая подвижность и не может охотиться на свою обычную добычу. Таким леопардам остаётся нападать на слабых людей. Они ведь не умеют бегать, как антилопа. А вот сами леопарды в защите от человеческих деяний нуждаются сильно. Охота на леопардов всегда велась довольно активно. Сам леопард является одним из самых желанных охотничьих трофеев. Африканский леопард традиционно относится к так называемой «большой пятёрке». Это самые опасные с точки зрения охотников звери на Чёрном континенте. Это великолепный «пятёрка» представляет собой, к сожалению, наиболее престижные трофеи. Помимо леопарда туда входят слон, носорог, лев и африканский буйвол. Начиная с 30-х годов XX века леопард вообще стал жертвой человеческой моды. Гигантский спрос на пятнистые шкуры леопарда сохранялся до середины 70-х годов. В эти годы многие звезды появлялись на обложках глянцевых журналов и в светских мероприятиях именно в леопардовых манто и жакетах, что неминуемо привело к значительному снижению популяции. На сегодняшний день стоимость трофея леопарда составляет от 4 до 12 тысяч долларов. А каких хищников с таким уровнем маскировки Вы еще знаете? Пишите в комментах! Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok